Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я врач компании «Арчебасова» Елена Алексеевна. Тема нашего вебинара сегодня посвящена воспалительным процессам пазух носа. И как вы видите, название нашего вебинара – это синуситы. Мы сегодня поговорим о том, как проявляются в общем этот процесс синуситов и поговорим о каких-то определенных частных характеристиках процессов гайморитов, этмоэдита, фронтита и еще затронем немного такой воспалительный процесс, как сфеноэдит. Итак, мы сегодня говорим о воспалительных процессах пазуха носа. Итак, начнем, как обычно, с определения. Что же такое синусит? Синусит – от слова «синус», воспаление. Синусит – это острое или хроническое воспаление синусов, предаточных пазух, которое развивается, как правило, на фоне какой-то инфекции. Инфекция бывает либо бактериальная, либо вирусная. Соответственно, будем говорить либо о хроническом, либо об остром процессе, бактериальной, либо вирусной природы. Чтобы мы имели уже непосредственное представление, где же это находится и как это протекает, этот воспалительный процесс, мы, как правило, сначала знакомимся с анатомией и физиологией того объекта, который разбираем на вебинаре. Соответственно, давайте сначала познакомимся, а что же такое предаточные пазухи носа, какие они, где они находятся и зачем они нужны. Итак, предаточные пазухи носа – это воздухоносные полости, которые находятся у нас в костях лицевого черепа. И эти воздухоносные полости, они сообщаются посредством очень небольших отверстий, каналов, они так называются, либо щелей, непосредственно с полостью носа. В результате пневматизации происходит развитие синусов или пазух. Размеры этих пазух, они самые различные. То есть мы будем говорить сегодня о четырех предаточных пазухах. Они различные, они имеют совершенно асимметричное строение. И нужно сказать, что у мужчин предаточные пазухи носа, они несколько более выражены, чем у женщин. Итак, вот давайте посмотрим на представленный слайд, что же здесь мы видим. Вот здесь как раз отображены все те четыре предаточные пазухи носа, которые у нас есть. Итак, что мы наблюдаем? Первое, да, это лобные пазухи носа, лобные, которые находятся, соответственно, в лобной кости. И эта пазуха, она будет называться, соответственно, воспалительный процесс этой пазухи будет называться фронтит. Вот здесь есть такие вот образования, которые пневматизированы, то есть заполнены воздухом. Это непосредственно фронтальная лобная кость. Далее, всем известно, самая большая пазуха, предаточная пазуха носа – это верхнечелюстные пазухи. Вот они здесь отображены. Они также называются гайморовые пазухи. Соответственно, воспалительный процесс будет называться гайморит. Следующие пазухи – это так называемые ячейки решетчатого лабиринта. Вот они отображены фиолетовым цветом. Есть такая кость черепа, которая так и называется – решетчатая кость. Своё название она получила потому, что она имеет соответствующий вид. Имеет определенные ячейки, напоминающие вид решетки. И, соответственно, эти ячейки заполнены воздухом. Называется процесс, который здесь будет происходить, воспалительный – этмоэдит. И совсем небольшая пазуха, которая расположена очень глубоко. Вот она. Это пазуха клиновидной кости черепа. Клиновидные кости черепа. Воспалительный процесс здесь будет называться сфеноэдит. Ну, как правило, на слуху, да, процессы такие, которые в основном касаются воспаления гайморовых пазух, то есть верхнечелюстных гайморит, фронтит, этмоэдит, ну, как-то сфеноэдит, к счастью, не так часто встречается. Хотя нужно сказать, что воспаление именно этой пазухи, оно самое тяжелое. Итак, узнали, где находятся пазухи. Теперь давайте посмотрим, как они образованы изнутри. Изнутри они, конечно же, покрыты эпителием. Эпителием мерцательным. То есть мерцательные эпители подразумевают под собой то, что имеются так называемые реснички. Реснички, которые совершают движения с потоком воздуха. Таким образом, в эпители встроены бокаловидные клетки, они продуцируют слизь. И вот посредством движения ресничек слизь постоянно двигается. И движение слизи из пазух носа, оно как раз через эти щелевидные отверстия, через которые пазухи носа сообщаются с полостью носа. Эта слизь постепенно как раз и будет продвигаться в полость носа. Такое вот постоянное движение осуществляется. Ну, как вот вы видите, что скорость движения слизи, она составляет примерно около 1 см в минуту. Почему? Потому что размеры отверстий, посредством которых происходит сообщение, они очень небольшие. И, соответственно, процесс осуществляется довольно медленно. Вот посмотрите, в качестве примера, здесь на этом слайде это прожено, что, допустим, у ячеек решетчатого лабиринта, то есть решетчатой кости, отверстие, которое сообщают эту пазуху с полостью носа, оно составляет всего лишь 1-2 мм. И вот это отверстие, вот это расстояние от этого отверстия позволяет осуществлению нормальной дренажной функции в норме. То есть без воспалительного процесса, без отека. Зачем нужны придаточные пазухи? Какую функцию они выполняют? Ну, прежде всего, это, конечно же, функция дыхательная. Функция заключается в следующем, что при правильном физиологичном дыхании, когда человек дышит через нос, вдыхаемый воздух, благодаря этим придаточным пазухам, он может согреваться, увлажняться и очищаться. Вот это такое вот значение этих пазух функции дыхания. Следующая функция – это функция защиты. То есть определенные частицы, которые поступают в полость носа вместе с потоком воздуха, какие-то частицы, которые, допустим, раздражающими веществами, либо грубыми механическими компонентами, они вызывают раздражение оболочки слизистой, в том числе и слизистой придаточных пазух, и это способствует возникновению защитного рефлекса, такого рефлекса, как чихание. И в результате этого происходит очищение носовых ходов. Следующая функция – это обонятельная. То есть за счет слизистой оболочки, которая выстилает пазухи изнутри, осуществляется такая сенсорная функция, как обоняние. И, конечно же, это резонаторная функция, благодаря которой придаточные пазухи носа придают определенный тембр голосу, в целом принимают участие в формировании голоса, звучность голосу. И в связи с этим, если есть какой-то воспалительный процесс в носовой полости и особенно в пазухах носа, то, конечно же, тембр голоса, звучание голоса меняется. И все тоже про это прекрасно знают. Появляется такой характерный оттенок голосовой, который принято называть как гнусавость. Вот такие функции, которые выполняют придаточные пазухи. Ну и еще раз, давайте посмотрим. Мы говорим о четырех придаточных пазухах. Еще раз назовем их и как называется воспалительный процесс, который в них может возникать. Верхнечелюстная пазуха – это гайморит, гайморова пазуха. Ячейки решетчатого лабиринта – это этмаэдит. Если происходит воспаление лобных фазух, пазух фронтальной кости, соответственно, фронтит. И воспаление самой глубокой, далеко расположенной пазухи кленовидной кости – это сфеноэдит. Вот четыре синусита, которые могут быть. Теперь давайте поговорим о причинах синусита. Ну, мы уже сказали, да, что основой всего является какой-то инфекционный фактор, либо бактериальный, либо вирусной природы. Но есть, конечно же, предрасполагающие факторы, те факторы, которые могут способствовать развитию воспалительного процесса. Что к ним относится? Ну, назовем это так – недолеченный ренит. Воспаление слизистой носа. Недолечили. Как правило, даже мало кто обращает на это внимание, не придает какое-то серьезное отношение к процессу, который происходит из-за носовой полости, полости носа. Да, ренит недолеченный, запущенный, может способствовать развитию более серьезного процесса, то есть синусита. Если это часто протекают острые респираторные заболевания или острые вирусные респираторные инфекции, то есть это, как правило, происходит на фоне снижения в целом иммунитета, плюс постоянное присутствие какого-то инфекционного агента также приводит к развитию воспаления в пазухах носа. Давайте не будем исключать аллергический компонент. Всем известно, что имеет место быть такой процесс, как аллергический ренит. Он может иметь сезонный характер, конкретно выявлено какое-то вещество, на какой-то компонент. И вот в результате постоянной аллергической реакции, постоянного воспаления отека, нарушается отток слизи из придаточных пазух, что также способствует застойным явлениям и возникновению инфицирования, а значит воспалительного процесса. Наличие, если мы посмотрим на состояние носоглотки, какие могут факторы также способствовать возникновению синуситов. Это наличие аденоидов. Наверняка все слышали про аденоиды. Это одна из миндалин глоточного кольца. Глоточная миндальна, которая располагается на задней стенке глотки. Как правило, с проблемой аденоидов чаще всего сталкиваются в детском возрасте. Эта миндалина может быть увеличена в своих размерах, и в результате чего происходит затруднение носового дыхания и затрудняется движение воздуха в верхних дыхательных путях. В результате чего в полости носа создается благоприятная среда для развития бактерий. И тогда аденоиды рассматриваются как очаг хронической инфекции. В результате этого, еще раз хочу сказать, как правило, это детский возраст. Ребенок начинает дышать ртом, дыхание становится нефизиологичным, соответственно воздух не согревается, не увлажняется, не очищается. Это приводит к развитию и танзелитов, и развитию фаренгита, и других различных воспалительных процессов лорорганов. Поэтому аденоиды, я так на них немножечко остановилась, они являются таким важным предрасполагающим фактором в развитии и воспалительных процессах в пазухах носа. Нужно обратить внимание на состояние зубов, потому как проблемы с зубами, особенно проблемы с зубами верхней челюсти, так называемые адантогенные факторы, которые могут приводить к развитию гайморита непосредственно. Верхняя челюстная пазуха, адантогенный способ проникновения инфекции может тоже подвергнуться воспалительному процессу. Это могут быть различные новообразования в области носа, такие как полипы, которые также нарушают процесс носового дыхания, нарушают движение поступления воздуха и также способствуют развитию инфекции. Что еще можно сюда отнести к предрасполагающим факторам? Это нарушение анатомического расположения носовой перегородки. Как правило, искривление носовой перегородки затрудняет нормальное носовое дыхание и также способствует развитию воспалительных процессов. Теперь давайте поговорим об общих характеристиках всех синуситов. Общие симптомы какие? Ну, прежде всего, это, конечно же, общие симптомы астенические, да, симптомы, астене. Так как воспалительный процесс, то, конечно же, это общее недомогание и слабость, повышение температуры как признак воспаления. Из носа, из полости носа имеют место быть выделения. Выделения могут быть в начале слизистого характера, но, как правило, это выделение гнойного характера, такой зелено-желтого цвета, иногда это могут быть даже примеси крови. Заложенность носа. Как правило, этот процесс протекает с одной стороны, односторонний синусит, поэтому жалобы будут предъявлены в том, что идет нарушение дыхания, заложенность носа где-то с одной стороны. Страдает обоняние, то есть нарушается восприятие каких-то запахов. И при синуситах есть еще такое проявление, как кашель, сухой кашель, который, как правило, проявляется в ночное время. И при воспалительном процессе какой-либо пазухи наблюдается болезненность в области проекции этой пазухи, болезненность, а иногда и гиперемия. Ну, так как этот процесс связан с воспалением лицевого черепа, то, соответственно, это головная боль, лицевая боль. Это вот такие вот общие характеристики проявления всех синуситов. Теперь давайте немножечко поговорим о характерных чертах каждого синусита. Начнем с гайморита. Это, как мы поняли, самая большая пазуха, предаточная пазуха носа. И что же такое гайморит? Процесс довольно распространенный. Воспалительный процесс гайморовой пазухи, как правило, с одной стороны, реже бывает двухсторонний процесс, когда вовлекаются обе гайморовые пазухи. И вот здесь на представленном слайде очень информативно показано, что мы видим. Мы видим, что с одной стороны совершенно нормальная гайморовая пазуха. Она здесь даже показана стрелками. Нормальные потоки воздуха отображены. И через сообщающиеся отверстия происходит движение слизи в полость носа. Что же мы наблюдаем с этой стороны? Здесь как раз вот есть гнойное скопление, гнойный очаг. Такой вот уровень жидкости, который мы потом можем наблюдать и на рентгенологическом снимке. Вот это вот наличие здесь гнойного содержимого, оно сопровождается отеком слезистой, нарушается отток содержимого гайморовой пазухи в полость носа и, соответственно, застойные явления, которые приводят к дальнейшему инфицированию и, так скажем, воспалительному процессу и проявлению болевого синдрома. Вот, значит, такие вот основные проявления гайморита, значит, соответственно, как можно диагностировать этот процесс. На что жалуются пациенты? Ну, прежде всего, это неприятные болезненные ощущения в околоносовой области, как правило, справа или слева. И если на эту область ее пропальпировать, ну, то есть сделать пропаторные, как бы такие надавливания, то пациент будет ощущать болезненность. Итак, значит, головная боль, да, проявление гайморита, нарушение носового дыхания, выделение износа, то есть все, что характерно для всех видов синуситов, общий астенический синдром, повышение температуры тела. Характерная особенность – это надавливание на околоносовую область приводит к болезненности, а также, если попросить пациента наклониться вперед, да, вот его попросить сделать наклон вперед, то сразу же появляется тянущая боль вот именно в области головы, с той стороны гайморовой пазухи, где идет воспалительный процесс. Это вот характерный признак именно гайморита. Боль, связанная при медленном наклоне туловища в области головы. Ну, как правило, диагностика гайморита, она не составляет трудностей, есть определенные классические характеристики. И вот тоже здесь, на этом слайде, мы видим нормальную пазуху и пазуху, вовлеченную в воспалительный процесс. Посмотрите, какую идет отечность, какое идет воспаление и нарушение оттока, дренирования этой пазухи. Вот что мы видим на рентгенологическом снимке. Вот с этой стороны пазуха совершенно нормальная. Видите, она пневматизирована, она заполнена воздухом. С этой же стороны такой пневматизации нет. Здесь имеется отделяемое содержимое, гнойное содержимое. Поэтому вот такая вот характерная рентгенологическая картина для процесса гайморита именно в этой верхней челюстной пазухе. Следующий процесс синусит – это фронтит. То есть процесс, который затрагивает воспаление слизистой оболочки лобного синуса, фронтальной кости. Это более тяжелое, так скажем, заболевание по сравнению с другими видами синуситов. И чем проявляется? Вот здесь очень выражен болевой синдром. Такого болевого синдрома, ну, как вот он написывается, да, то есть вплоть до, так скажем, очень выраженная боль, невыносимая, да, которая именно вот в области лба, надбробных дуг. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Но наиболее тяжелые проявления, если это фронтит, конечно же, двухсторонний. Что еще наблюдается? Наблюдается отек, отечность надбробной дуги и даже верхнего века глаза с той стороны, где фронтальная полость вовлечена в процесс воспаления. Конечно же, это снижение обонятельной функции и пациент будет жаловаться на светобоязнь, да, то есть при каком-то ярком освещении закрывает, зажмуривает глаза болезненность при ярком свете. И, конечно же, воспалительный процесс сопровождается высокой температурой. Плюс отделение износа любого характера слизистого, либо слизистогнойного. Вот такие вот проявления касаются фронтита. Этмоэдит. Этмоэдит – воспаление решетчатого лабиринта, то есть ячеек решетчатой кости. Что же здесь? Какие здесь основные клинические проявления? Ну, прежде всего, болевой синдром, но немножечко другой. Как вы видите, это больше давящая боль в районе корня носа и переносицы. А также это боль, которая может и радиировать, ну или простому отдавать в глаза. То есть боль еще и в области глаз. Острый этмоэдит, он может распространяться на глазницу, и это приводит к выпячиванию глазного яблока с соответствующей стороны, как правило, и отеку век. Вот такие вот характерные проявления. Теперь давайте посмотрим на, как бы, отображение, да, этого процесса. Вот на этом слайде мы как раз видим и в профиле вамфаз, да, где находятся вот эти вот ячейки решетчатой кости. Вот они. Если посмотреть вид сбоку, вот они, где располагаются. Поэтому если здесь идет процесс воспаления, то, конечно же, этот процесс будет оказывать воздействие и на область глаза. Поэтому отсюда и набухание, отечность век, и выпячивание глазного яблока. И область переносицы характерный признак болевого синдрома, да, то есть болит в области переносицы и основания носа. Это вот признаки этмоэдита. И последний процесс – это сфеноэдит, то есть когда воспалительным воспалением охвачена самая дальняя воздушная полость пазухоноса кленовидной кости. Очень часто этот процесс идет сочетанный вместе с этмоэдитом. Какие здесь проявления основные? Посмотрите, выраженный болевой синдром, но пациенты будут жаловаться на боль в области теменной кости, то есть боль в теменной области, характерна для сфеноэдита. В области теменной кости – затылка, то есть пациент может говорить, что выраженная боль где-то вот в глубине головы. И вот этот воспалительный процесс может также вовлекать в патологический процесс и затрагивать поражение зрительных нервов, что в свою очередь приводит к выраженной боли в глазнице, и если в воспалительный процесс вовлекается зрительный нерв, то это может даже привести к потере зрения. Вот такие клинические проявления сфеноэдита. Ну а теперь также вот на представленном слайде давайте посмотрим, где находится еще раз эта пазуха. Вот она очень глубоко, самая дальняя пазуха. И, соответственно, боль, связанная с воспалением, может отдавать в область теменную и затылочную. Место прохождения зрительных нервов вовлекается в процесс и отображается на функции зрения. Вот такие вот основные проявления всех видов синуситов. Методы исследования. Я останавливаюсь на самых основных, сейчас применяемых методах исследования. Ну, самый простой метод исследования, благодаря которому ставится диагноз, это, конечно же, клиника, жалобы, визуальный осмотр доктором. Все остальное – это уже какие-то инструментальные методы исследования. Ну, что это? Это ультразвуковое исследование, это, конечно же, рентгенологическое исследование в прямой и боковой проекции. Дальше – это компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс. И эндоскопическое исследование, когда те процессы, которые вот как раз здесь на слайде показаны, как проводится эндоскопическое исследование, когда все те процессы, которые происходят в пазухах носа, они отображаются на экране, на экране монитора. И, соответственно, их можно очень хорошо рассмотреть и поставить правильный диагноз. Те воспалительные процессы, которые происходят в пазухах носа, чем чреваты? Ну, чреваты определенными осложнениями. И вот сейчас остановлюсь на тех осложнениях, которые могут быть в результате синуситов. Все осложнения делятся на две большие группы. Вот, как вы видите, это орбитальные, как мы понимаем, это что-то связано с глазами, и внутричерепными, те, которые происходят, внутричерепные процессы. Сейчас мы немножечко дадим характеристику первой и второй группе. Итак, орбитальные осложнения. Орбитальные осложнения, как мы поняли, из характеристик каждого вида синусита, они, как правило, происходят при фронтите и отмойдите. Инфекция по кровеносным сосудам, она попадает в мягкие ткани глазницы и может вызывать такие вот процессы нагноительного характера, такие как флегмона и абсцесс. Если абсцесс – это такой ограниченный процесс, то флегмона – это неограниченный воспалительный процесс, который, соответственно, гнойный процесс глазницы может привести к воспалительному процессу глаза и, соответственно, вплоть до потери зрения. Если же мы говорим о внутричерепных осложнениях синуситов, то также инфекция проникает гематогенным путем, то есть через кровь с током крови инфекция проникает в черепную коробку и также может привести к возникновению инфекционного гнойного очага. Этот очаг может также быть локализованным, локальным – это, допустим, абсцесс мозга, либо этот процесс может быть диффузным. Как классическим примером, это может быть развитие гнойного менингита, когда в воспалительный процесс вовлекаются оболочки мозга. Вот такие вот осложнения, грозные, серьезные, которые могут привести воспалительные процессы в пазухах носа. Вот все, что мы сейчас с вами разбирали, это, как вы понимаете, классические медицинские представления, характеристики синуситов. Как правило, в вебинарах мы отображаем классическую сторону этого процесса и даем характеристику, аюрведический подход к этой проблеме. Итак, теперь давайте немножечко отойдем от классицизма и уйдем к аюрведическим представлениям, какие есть характеристики аюрведических процессов в воспалительных процессах в пазухах носа. Итак, первое. По, так скажем, канонам аюрведы, что, какие причины могут способствовать развитию синуситов. Этих причин две. Первое. Это психоэмоциональные причины. Какие? Это подавление эмоций. Это какие-то скрытые эмоции. И подавление обиды, подавление слез могут быть провоцирующими факторами в развитии синуситов. И вторая причина воспалительного процесса – это накопление амы, то есть накопление токсинов в организме в целом. Что способствует накоплению токсинов, то есть амы? Это неправильный образ питания. Что же такое неправильный образ питания? Это злоупотребление сладких продуктов и некачественных продуктов. А также этому может способствовать низкий огонь пищеварения. Таким образом, пища не полностью усваивается, и токсины накапливаются в области желудочно-кишечного тракта. И таким образом это приводит к отравлению всего организма. То есть огромное количество токсинов, которые распространяются по всему организму и таким образом могут привести к воспалительным процессам, в том числе и к синуситам. Какие проявления синусита соответствуют трем типам ДОЖ? Давайте посмотрим. Синусит капхотипа проявляется выраженной отечностью слизистой и для представителей капха очень часто характерен аллергический компонент в воспалительном процессе. Если же мы говорим о синуситах питтотипа, то здесь очень выражены симптомы воспаления. И, как правило, синуситы питтотипа протекают с выраженной гиперэргической реакцией воспаления. В чем это проявляется? Это, как правило, очень высокая фибрильная температура. То есть температура, которая выше 38 градусов. Выраженный воспалительный процесс, который также сопровождается отделением износа. И это отделяемое, оно выражено желто-зеленого цвета. То есть характерные гнойные отделяемые. И вот для как раз представителей питто это могут быть еще и элементы крови, прожилки крови. Если посмотреть на синусит ватотипа, то для этого синусита, как правило, характерны уже признаки атрофии. То есть отделяемое износа, оно не такое обильное, как при первых двух вариантах. Теперь мы, как обычно, остановимся на основных диагностических критериях, которые мы можем увидеть на аппаратно-программном комплексе ВИДА-ПУЛЬС. То есть определенные индексы, которые могут также помочь в диагностике воспалительного процесса пазух носа. Первое, на что следует обратить внимание, это, конечно же, вкладка меридианы. И если это острый воспалительный процесс, то это всегда будет отображено напряжением со стороны меридиана легкого. Вот, да, мы видим меридиан легкого. Здесь как раз находится состояние напряжения. Следующее. Следующее – это характеристики, которые касаются уже субдоши. То есть экспертное расширение не дано, не дано субдоши. Ну, вот здесь я привожу скриншот, характерный для всех трех типов дош. Для всех трех типов дош основным характерным признаком при истине сити будет напряжение Бодхака-Капха. Это характерная черта проявления синусита в Бодхаках-Капха. А теперь давайте немножечко остановимся для характеристики всех трех проявлений, так скажем, синусита, характерной для каждой души. Итак, ну, здесь мы видим как раз синусит Капха-проявления, Капха-типа. Да, мы видим, да, что это представитель Капха-типа, и как раз вот она идет, выраженное напряжение Бодхака-Капха. Следующее. Следующее – это проявление синусита по Питта-Доши-Конституции. Вот мы здесь отображаем, да, что это представитель Питта-типа. Характерный признак для всех типов, да, еще раз говорю, это проявление напряжения Бодхака-Капха, но для представителей Питта-Доши в напряжении может находиться еще Пачака-Питта-Субдоши. Пачака-Питта-Субдоши связана с теми процессами, которые как раз отображены в системе пищеварения, и, соответственно, это говорит об определенной вовлеченности в процесс, это, да, пищеварительная система, то есть нарушение правильного усвоения пищи, то есть как раз накопление АМА, то есть проявление токсичности. Поэтому вот эта сочетанность Пачака-Питта и Бодхака-Капха характерны для синуситов по проявлению Питта. И последний, да, представитель – это Ватта-Доша. Что же здесь, какие здесь основные проявления? Ну, классический вариант, да, то есть основной, вернее, признак – это напряжение Бодхака-Капха, и для представителей Вата-Типа-Конституции – это будет напряжение по АПАНА-Вата-Субдоши. АПАНА-Вата-Субдоши – это тоже характеристика процесса пищеварения в толстой кишке, и, как правило, да, вот, то есть процессы пищеварения, как мы сказали, очень сильно связаны с накоплением АМА, с накоплением токсинов. Так вот, АПАНА-Вата как раз уходит в напряжение и является основным признаком накопления токсинов для представителей Вата-Типа-Конституции. Вот такие вот характерные признаки по экспертному расширению недана-Субдоши. Ну и не специфическим признаком, на котором, ну, тоже, как правило, останавливаемся, признак любой воспалительной реакции, в том числе и синусита. Это идет, как здесь вот видно, мощное напряжение ракта, да, тхату. Вкладка недана тхату, напряжение ракта, видите, какое выраженное здесь напряжение по ракту, которое также говорит о том, что здесь есть воспалительный процесс. Но еще раз хочу сказать, что напряжение по ракт-тхату – это в целом признак воспалительного процесса, а он является не специфическим, как бы, проявлением. Теперь переходим уже на общие принципы лечения. Значит, я не ставила целью охватить все принципы лечения, которые есть в классических представлениях, да, лечения синуситов. Мы не будем останавливаться на каких-то оперативных вмешательствах, и вы знаете, да, что таким оперативным вмешательством является пункция какой-либо пазухи, но самая распространенная – это гайморовая пазуха. Она, конечно, проводится в экстренных случаях, по показаниям, если совершенно нет оттока из этой пазухи. И вот в гайморовой пазухе идет скопление гноя, и его оттуда никак невозможно дренировать. То есть какие-то такие вот варианты хирургические мы сегодня не разбираем. Мы остановимся на общих принципах лечения и больше поговорим о методах, которые может использовать абсолютно каждый человек. То есть такие больше аюрведические принципы терапии этого процесса. Итак, все же, общие принципы лечения. Мы говорим, процесс воспалительный. Значит, какой-то инфекционный агент вмешался, поэтому прежде всего нужно вывести гной, да, гнойное содержимое из пазухи носа. То есть выделение слизистогнойного содержимого из синусов и, правильно говорить, дренирование, да, этих синусов. И это возможно только путем промывания носа. И мы на этом сегодня остановимся. Нужно освободить вот эти вот естественные каналы, эти узкие щелевидные, так скажем, сообщения между синусами и пазухой носа, для того, чтобы нормально происходило дренирование полости, чтобы нормально происходило поступление воздуха в эти пазухи. Поэтому нужно обязательно восстановить проходимость каналов. Для этого нужно снять воспалительный процесс и отечность. Поэтому следующим способом, методом терапии, подходом терапии – это антибактериальное лечение. И вот когда острота процессов снята, восстановлена дренирующая функция, то тогда, конечно, нужно задуматься об активации защитных сил, то есть об укреплении иммунитета. Но это уже является больше как методом профилактики, да, укрепляющая терапия, которая здесь может быть предложена. Итак, любое лечение, оно всегда начинается с чего? Это с образа жизни и с характера питания. Ну, так как мы увидели, что одним из, так скажем, факторов, способствующих развитию синуситов является накопление амы, то есть неправильный, неправильный образ питания, то давайте с него начнем. Первое – это правильный образ питания. Так как слизь является, это состояние повышенной капхи, то при синуситах любого типа, да, и вата, и пита, и капха в том числе, нужно придерживаться диеты, которая будет понижать капха-дошу. То есть нужно исключить из своего рациона продукты, содержащие сахар. Ну, прежде всего, сам рафинированный сахар и те блюда, которые готовятся с его использованием, с его применением. То есть это любые мучные, сладкие, кондитерские изделия. Это какие-то консервированные, переработанные продукты. Они исключаются, потому что все эти продукты, они способствуют образованию ама. Следующее. Значит, теперь уже переходим непосредственно к каким-то определенным компонентам, которые применяются при лечении синуситов. Итак, аюрведические подходы. Что можно применить из фитопрепаратов? Посмотрите, применяется корень аира. Корень аира, его можно жевать, и, соответственно, он попадает в полость носа, в пазухи носа при жевании. А также порошок, который готовится из корня аира, его можно вдыхать. Таким образом, он попадает в пазухи носа. Но только в том случае хочу сказать, что если снята отечность, то есть есть хоть какое-то сообщение между пазухой носа и полостью носа. Посмотрите, можно применять кунжутное масло, которое вводится в полость носа по нескольку капель от одной до пяти в каждую половину носа. Кунжутное масло. И с последующим прогреванием ног. То есть ножны и ванны. Специи активно можно применять при лечении синуситов. Опять же, что здесь? Горячие специи. Особое место уделяется имбирю. Он применяется. Его можно применять, как добавлять в чай в качестве разогревающего компонента. И показан такой чай, как чай масала. Что это за чай? Наверняка вы знаете, что это черный чай с большим количеством специй. Специи, как правило, тоже разогревающего характера. Туда добавляются такие специи, как гвоздика, кардамон, корица. Туда же добавляется имбирь, анис, мускатный орех и обязательно добавляется молоко. И вот такой чай в теплом виде рекомендуют принимать. Такие специи, как куркума и ним. Эти специи вообще называются натуральными антибиотиками. Их в равных пропорциях можно добавлять в ту пищу, которую человек принимает непосредственно перед приемом пищи. И кардамон. Кардамон, как специю, можно использовать непосредственно после приема пищи. Можно взять и пожевать несколько семян кардамона. Во-первых, это улучшает пищеварение, активирует процесс огня пищеварения и тем самым способствует выделению слизи. Дальше. Хотелось бы остановиться на таком методе воздействия, лечения синуситов, как НАСИ. Почему? Потому что, во-первых, давайте начнем с того, что согласно Аюрведе, нос – это дверь, которая ведущая к мозгу. И ничего такого, что бы противоречило канонам классической медицины, в этом нет. Посмотрите, мы сейчас с вами разбирали осложнения, которые могут вызвать синуситы. То есть инфекция через кровеносные сосуды может попасть в головной мозг, в оболочки головного мозга и вызвать абсцессы мозга, воспаление мозговых оболочек. Поэтому, действительно, нос – это дверь, ведущая к мозгу. И способ, который известен очень давно и применяется как одна из процедур панчакармы – это НАСИ. То есть это способ, когда препараты вводятся в полость носа. Как правило, в полость носа вводятся различные масла. И при синуситах показаны масла в теплом виде. Это масла, как правило, разогревающего характера. Но здесь нужно сделать небольшую оговорку, потому что масла разогревающего характера, они не показаны представителям питотипа. И мы сейчас скажем, что будет, так скажем, показано для представителей этого типа ДОШИ. Итак, это введение масел в полость носа и различных отваров, трав, которыми можно промывать нос. Посмотрите, очень показана эта процедура в том случае, если снят острый период. Еще раз, острый период, то есть нужно снять отечность и восстановить дренирующую функцию. И вот сразу, да, от канонов каких-то аюрведических и то, что мы сейчас имеем в нашей современной медицине. Промывание носа, которое широко используется в лечении различных лорорганов. Значит, промывание носа. И наверняка вы все слышали такой способ промывания носа по методу кукушка. Что это такое? Посмотрите, это в полость носа вводятся определенные вещества, либо это отвары трав. Вот, да, здесь я привожу примеры таких отвар, как зверобой, ромашка, календула, которые как раз обладают противовоспалительным эффектом. А с другой стороны, при помощи определенного устройства, как бы происходит сразу отсасывание того, что промывается. Таким образом, вещество промывает полость носа и вместе со слизистым, гнойным слизистым из носа и выводится. Ну, такая вот процедура, которая, можно сказать, известна уже очень давно. Промывание носа, наси по канонам аюрведической медицины и то, что сейчас имеет место быть. Ну, хотелось бы остановиться на самом простом. Значит, соль и сода, которые могут использоваться совершенно в равных количествах. На, допустим, один стакан кипяченой воды, по половине чайной ложки соды и соли, самый простой вариант промывания носа. Образуется так называемый гипертонический раствор, который способствует, с одной стороны, снятию отека слизистой, а с другой стороны, способствует оттоку содержимого полости носа и содержимого пазух носа. То есть, промывание носа – это один из способов лечения воспалительных процессов. А еще хотелось бы остановиться на нем, как на одном из способов профилактики воспалительных процессов. Потому что промывание носа нужно использовать не только тогда, когда есть какой-то патологический процесс либо носа, либо придаточных пазух носа. Этот метод, который можно использовать в качестве профилактики, приходя из дома, промывается полость носа для того, чтобы, так скажем, снять наличие, убрать, да, наличие там каких-то определенных инфекционных агентов. Поэтому, еще раз хочу сказать, что НАСИА – это лечение какими-то травяными маслами разогревающего характера, которые будут показаны в основном для представителей КАПХА и ВАТА типа конституции, ПИТО-конституции. С такими разогревающими маслами нужно, как бы так, быть осторожными. И для ПИТО, такие вот горячие масла не показаны, лучше делать промывание отваром трав, таких как ромашка, зверобой, мята. А для КАПХА и ВАТА можно использовать такие горячие масла, как кукурузное масло, кунжутное масло, это может быть миндальное масло, льняное масло. Вот эти масла показаны для проведения процедуры НАСИА. Ну и опять же, то, что используется сейчас, то, что легко доступно и то, что каждый может использовать для промывания носа. Все вы прекрасно знаете продукцию ДОЛФИН, которая представлена в виде таких вот устройств для промывания носа. Она содержит уже определенные пакеты с содержимым, как правило, либо это могут быть какие-то гипертонические смеси для выведения и оттока содержимого в полости носа, пазух носа. Либо это какие-то противоаллергические сборы. Также компания ДОЛФИН, нужно сказать, есть вот такие устройства, которые продемонстрированы на этом слайде. Они используются в качестве уже ароматерапии. Посмотрите, так как удобно. Устройство вставляется в оба носовых хода. Это устройство содержит уже определенные масла. И таким образом человек вдыхает эти масла. В качестве терапии что можно порекомендовать? Ну вот вы видите, это эфирные масла, масло эвкалипта. Масло эвкалипта давно известно, потому как оно является препаратом, веществом, который стимулирует иммунитет и оказывает, с другой стороны, бактерицидное противовоспалительное действие. Это масло ментола, которое обладает спазмолитическим действием и облегчает в целом носовое дыхание. И отдельно хотелось бы остановиться на камфоре. Камфора является местным антисептиком, то есть обладает тоже антибактериальными свойствами. И посмотрите, камфора это препарат, который известен также очень давно. Камфора увеличивает прану, дает ясность уму и снимает головные боли. Можно использовать эти масла в виде арома масла, ламп, вдыхать эти масла. А можно использовать при помощи такого устройства дофин для проведения ароматерапии. Ингаляции показаны при лечении синуситов. Горячие ингаляции. Ингаляции можно проводить в домашних условиях. Все знают, как проводят, подышать над горячим паром. Но опять же, есть определенное устройство, где все уже продумано. Такая вот, назовем это кастрюлька, в которую наливается горячая вода и несколько ячеек. Вы видите, несколько ячеек, в которые добавляются арома масла. По нескольку капель в эти ячейки также добавляется горячая вода немножечко, арома масла. Одевается крышка, которая подстроена специально под область носа и рта. И человек вдыхает смесь арома масел вместе с водяным паром. Также оказывает, в зависимости от того, какие арома масла используются, оказывает различные противовоспалительные, противоотечным эффектом обладают. Еще хотелось бы остановиться на том, что при синуситах очень широко показано физиолечение. Физиолечение назначит любой доктор при любом синусите. Широко распространены это УВЧ, то есть воздействие ультравысоким высокочастотным магнитным полем, конкретно датчики на ту пазуху, где есть воспалительный процесс. Физиолечение – это электрофорез с различными лекарственными веществами. Показаны аппликации парафиновые, либо аппликации из азокерита, то есть идет мощное тепловое прогревание. Также показано, что… Вот я привожу следующий слайд, где показан метод лечения рефлексотерапии. Рефлексотерапия, которая имеет значительное воздействие при лечении синуситов. И вот в аппаратно-программном комплексе «Видопульс» также вы прекрасно знаете, есть такой модуль, где выбирается определенный рецепт, выделяются определенные точки, и идет воздействие на эти точки, на купунктурные. То есть физиопроцедуры в самых их различных проявлениях они показаны при лечении синуситов. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я хотела осветить в теме синуситы, которая у нас сегодня прозвучала. Если есть вопросы, я на них, конечно же, отвечу. Всех благодарю за внимание. Если вопросов нет, всем большое спасибо. Приглашаем вас на наши последующие вебинары. Всего вам хорошего.